Кто-то копит, кто-то занимает. Для жителей Родинского района покупка угля на зиму – дело затратное, ведь топить приходится с сентября до мая. Где-то 40 тысяч надо. Примерно так. Уголь сейчас дорогой, и трава тоже подорожали. В том году было 2 800, а сейчас 4. Вот и посчитайте, сколько надо. В этом году жители региона могут компенсировать свои затраты. С 1 июня предельные максимальные цены на уголь были увеличены на 21,4%. Губернатор края Виктор Томенко постановил выплатить жителям региона компенсацию за приобретенное топливо. Это касается жителей домов с печным отоплением, которые купили уголь с 1 июня. Выплата производится органами местного самоуправления вне зависимости от уровня доходов. Сама финансовая поддержка идет из краевого бюджета. На это выделен 1 миллиард рублей. Компенсация за уголь будет начислена с 1 по 10 сентября и перечислена будет на ваш счет, который вы нам предоставили. Люди приобретают, которые сейчас приобрели, также в августе, в сентябре, в октябре. Всем будет выплачена компенсация, вне зависимости, когда люди обратились. Либо даже обратились, купили уголь в июне, могут обратиться в октябре, в ноябре. И в следующем году, то есть, там также можно будет обратиться. В Родинском районе от жителей поступило уже порядка 600 обращений. А в целом, по краю за компенсацию обратилось уже почти 3700 семей. Всего начислено более полутора миллионов рублей. Размер средней выплаты от полутора до двух тысяч рублей. Зависит от площади жилого помещения и количества прописанных. То есть, чем больше прописанных, тем больше компенсации? Конечно. Тем вы более к 100% возьмете свою компенсацию. В Минстрое напоминает, компенсация носит исключительно заявительный характер. С собой необходимо взять паспорт и документы на дом, номер счета для возврата денег и квитанцию за покупку угля. Ирина Корчагина. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...